МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но есть и такие, которых он понизил по картежной иерархии. Например, бывший председатель счетового комитета Аслан Мусин. Он уже не туз, а бубновая восьмерка. На тузах, королях, дамах и валетах изображены самые влиятельные. В новичках среди главных премьер-министр Серик Ахметов и председатель Сената Косымджума Артукаев. Короли по версии Галыма Байтука, спикер-мажилиса Нурлан Нигматуллин, госсекретарь Марат Тажин, Якимы Астаны и Алматы, Ивангалит Асмагомбетов и Ахмеджан Есимов. Силовиков блогер видит в десятках. Компанию дяди Коли составили генеральный прокурор Асхад Даулбаев, глава финансовой полиции Рашид Тусубеков и первый зампред партии Нуратан Бауржан Байбек. И главное, пожалуй, неожиданность. Шестерки. Здесь все новенькие. Григорий Марченко, Ермухамед Ертызбаев, Жармахан Туякбай и Амиржан Косанов. Коммунисты, ранее значившиеся в ряду, нынче и вовсе в двойках. Я был Ахмедлик, каратист, я коммунист, пацифист. Я доволен, что коммунистам не было эмблема, каратистские приколы. Первая политическая колода карт вышла более двух лет назад и сразу же вызвала интерес не только со стороны общественности, но и самих политиков. Было интересно, что там происходит за кулисами власти, кто где располагается, кто играет первую партию, кто находится за дворках. Но, с другой стороны, было неполиткорректно заглядывать за закрытую дверь. Можно было получить шелчок полностью, но, слава богу, продукт уже второй раз выходит, закрепился на рынке. Хоть и стоила первая колода недешево 3,5 тысячи, цена новой уже выше. В связи с ростом цен на ГСМ, горючие смазочные материалы, мы увеличиваем цену и холоды. Это бессман тратчика, бессман. Тираж – тысяча экземпляров. Половину, говорят, уже купили сами, маститые герои. Бахтияр Даркеев, Булат Каманов, 7 канал.